Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Футбольное обозрение и я Евгений Монархович. Наша сегодняшняя передача посвящена беседе с главным трейером Футбольного клуба «Славия Мозырь» Михаилом Алексеевичем Мартиновичем. Футбольный сезон 2019 года получился самым успешным для Футбольного клуба «Славия Мозырь», начиная с 2002 года. Восьмое место в чемпионате страны, выход в Кубковую весну, четвертьфинальную стадию второго по значимости трофея Республиканского клубного футбола. Это без преувеличения достижение. Достижение «Славия Мозырь», достижение главного тренера нашего клуба Михаила Алексеевича Мартиновича. Во-первых, это, по большому счету, мой дебютный сезон в качестве главного тренера именно команды высшей лиги. Я вспоминаю слова, которые я говорил перед началом чемпионата на встрече с болельщиками, что мы будем стремиться добиваться хорошего результата в каждой игре, то есть показывать при этом хорошую, зрелищную игру и максимально постараться подняться выше турнирных таблиц. Я думаю, нам это удалось, хотя не скажешь, что были там беспадов, были и хорошие игры, были и не очень хорошие игры в плане результата, да. Но что запомнилось так ярко в памяти, так это, конечно, даже после провальных игр, не провальных, а игр, в которые мы уступили сопернику, трибуны вставали и аплодировали нам стоя с криками «Молодцы!». То есть команда, которая боролась до конца, в зависимости от результата, который проходит на футбольном матче в данный момент. Вот это вот очень положительный момент, то, что мы все 90 минут играли, старались, как бы не слаживался матч, поэтому очень рад за этот, вот именно за этот промежуток. Первый сезон в роли главного тренера команды высшей лиги. Наверняка Михаил Алексеевич в связи с этим чувствовал особенное волнение. И здесь важнейшую роль играл тренерский штаб «Славий Мозырь», который несколько изменился по сравнению с сезоном 2018 года. Ну, знаете, не волнуется тот, кто ничего не делает. Конечно, волновался. Опять-таки же, это дебютный сезон высшей лиги. Приходилось, я не скажу, что создавать новый коллектив. Хорошо, что у нас сохранился костяк после первой лиги. Точечно приобрели по позициям футболистов. И как бы с определенной уверенностью, но, естественно, с некоторой долей волнения вступали в этот сезон. Опять-таки же, что касается тренерского штаба, то это Максим Николаевич Суховеев, Роман Васильевич Киренкин, Крутов Игорь Николаевич и Ромашов Артур Валерьевич. Этих людей я очень знаю давно. Мы вместе обучались, вместе работали где-то и в сборной, и вообще по жизни друзья. И то есть принципы игры совпадают с моими принципами игры у этих людей. И абсолютно уверен в них был. То, что по ходу сезона показало их поддержку в тяжелых ситуациях. Мы много сидели, анализировали, почему происходил тот момент, либо тот момент, как поставить тренировочный процесс, чтобы это принесло еще больше пользы. То есть очень доволен тренерским штабом, который сформирован в этом году. Благодарность Михаил Алексеевич высказал в адрес работников клуба. Всех тех, кому не безразличен полейский футбол. Его главная – профессиональная команда «Славия Музырь», которая начала 2019 год с важнейшего престизонного этапа. И впервые в своей истории команда смогла готовиться на замечательном искусственном газоне стадиона «Спартак», что значительно увеличило эффект тренировочной работы, позволило нашему тренерскому штабу дольше готовиться дома. Ну, любая престизонная работа, она очень важна, потому что закладывается фундамент на весь сезон. С наличием искусственного газона в нашем городе мы выполняем огромную роль. То есть мы можем просматривать наибольшее количество людей, потому что мы находимся на месте тех людей, которые могут нам помочь в дальнейшем сезоне. Поэтому это очень большое подспорье в этом деле. Вместо дислокации мы всегда выбирали до этого сезона, в принципе, это был Пинск, как уже там, наверное, всем полюбившийся. Опять-таки же это с учетом того, что этот город имеет футбольный манеж. Учитывая условные погодные условия, учитывая, то есть там это наиболее оптимальный вариант развития событий, то есть подготовки к сезону. Поэтому с появлением, еще раз повторюсь, появлением искусственного футбольного газона у нас в Мозыре очень много отпало этих нюансов, которые там проживание, питание, опять-таки же тренировочный процесс. Процесс отбора игрока в команду сложный, ведь зачастую приходится говорить футболисту, что он не подходит команде. И здесь же вопрос о человеческих качествах. Так сказать, спортсменов обращает ли на них Михаил Алексеевич внимание при принятии решения о предложении тому или иному игроку пополнить состав футбольного клуба «Славия Мозырь». В этом, наверное, и состоит самый сложный процесс тренерства. Надо понять, что за человек приехал, что за футболист приехал, узнать его профессиональные качества, узнать его человеческие качества. Все это в интернете, в обзоре ты не увидишь. Насколько долго? Ну, знаете, когда человек играет в футбол, и играет в футбол на хорошем уровне, его видно сразу. По большому счету, здесь одна-две игры, в недельном микроцикле, либо в двухнедельном микроцикле, она уже четкая картинка может составляться. В дальнейшем, кто приезжает и с кем расставаться, ну, наверное, это тоже очень сложно, ну, по крайней мере, для меня, потому что говорить так четко нет, ты нам не подходишь, ну, наверное, я как-то еще, это, наверное, приходит с опытом. Ну, не могу я так вот. Очень переживаю по этому поводу, потому что несу ответственность за ребят. Почему? Потому что я их приглашаю. Были ли в этом году игроки в футбольном клубе «Славия Мозырь», которые по тем или иным причинам не смогли вписаться в команду Михаила Алексеевича? Нет, таких абсолютно не было, потому что все ребята, да, несмотря на определенный, наверное, на разный уровень мастерства, но по человеческим качествам ребята все молодцы и в тяжелые минуты проявляли вот этот вот характер, который именно человеческий, не бросали, не опускали руки, а вот бились, пытались доказать и самим себе, наверное, и мне, и болельщику нашему, что мы на правильном пути, и что мы все делаем вместе и сообщаем. Какой показалось Михаилу Алексеевичу высшая лига, которую он, напомним, впервые встретил в должности главного тренера? Наверное, на пути нашего собеседника встречались трудности, о которых он, возможно, даже не подозревал. Ну, не то, что не подозревал, трудности они есть всегда по ходу сезона. То есть, я достаточно большую школу прошел как игрок высшей лиги и, в принципе, всегда за ней следил, поэтому плюс-минус я понимал, в какой турнир мы окунаемся. Поэтому нам надо было просто нашими ребятами, кто-то там у нас были опытные футболисты, которые прошли через высшую лигу, некоторые футболисты только дебютировали, насколько они будут адаптированы к этому. Вот в этом трудности, наверное, заключались, кто как себя поведет. Но честь и михвала ребятам, в плане, что по прошествию первых туров, а первые туры у нас выдались достаточно такие серьезные соперники, насколько вы помните, это и Динамо Минск, это и Бате, это и Торпеда Жодина, и Динамо Брест. И на фоне этих грозных соперников, которые изначально ставили задачу бороться за медали, мы не выглядели мальчиками для битья. Это придает большой уверенности как и мне в тренерском уделе, потому что мы делаем все правильно, так и, соответственно, нашим футболистам. Пожалуй, в прошедшем сезоне был только один матч, когда Славе Мозырь выглядело значительно слабее оппонента. В поединке 19-го тура против Бате. Тогда Брестовчане у себя дома обыграли нашу команду со счетом 4-0. Я даже и сейчас с вами не соглашу, что это был провальный поединок, потому что до 27-й минуты в принципе наша команда контролировала ход матча. К сожалению, та злополучная травма Игоря Кострова, где-то, наверное, с его уходом мы потеряли определенные нити игры, наверное, может быть, где-то я ошибся с его заменой, не того футболиста выпустил. Но до 27-й минуты, еще раз повторюсь, у нас все получалось, мы очень здорово атаковали, контратаковали, то есть имели моменты, хорошие моменты для взятия ворот. Далее, да, далее уже пошел провал, но это мы уже проанализировали, наверное, в большей степени это моя вина, то, что я, наверное, где-то не смог перестроиться на ведение таких же футбольных действий, как мы делали до 27-й минуты. А так, потеря Кострова в том матче сложилась в итоге конечный результат. В начале сезона наша команда много голов пропустила после исполнения соперникам стандартных ситуаций, штрафных угловых ударов. После ситуация изменилась в виду работы нашего тренерского штаба и вообще, насколько важно в современном футболе рачительно использовать стандартные ситуации. В современном футболе в любом случае стандартное положение сегодня играет большую роль. То есть процентов, я точно не скажу, в каком мы изучаем это, но точно не скажу, в каком процентном соотношении забиваются голы сегодня со стандартных положений. С учетом того, что вы правильно отметили, что в начале сезона мы достаточно много пропускали голов со стандартных положений, очень большая работа делалась. Поэтому просматривали видео соперника, не то что свои игры, даже видео соперников, как они действуют при тех или иных стандартных положениях, как мы можем им противодействовать. Мы начинали с зонной персональной опеки, потом переходили в зонную опеку, потом в итоге мы перешли к персональной опеке футболистов, чтобы каждый нес ответственность. Искали варианты, наверное, нашли, потому что к концу мы практически даже не пропускали стандартных положений. Не практически, а не пропускали уже. Что касается самих наработок именно стандартных положений в атаке, этому акценту тоже, аспекту тоже очень много уделяется времени. Михаил Алексеевич, как известно, тренер с категории «Про». И те знания, которые он получил в процессе обучения, пригодились ли? Получилось ли применять их на практике? Ну, естественно, да, очень много знаний ты подчеркиваешь из любой учебы, будь то «Про», будь то «А», будь то «Б». Вот очень хочется, очень хочется и очень это помогает, конечно, стажировке в различных европейских клубах. Ну, хочется в ближайшем будущем туда тоже поехать, куда-нибудь в этом идет сейчас, так скажем, разработки, да, куда можно там попасть. В принципе, всегда ездят на неделю, максимум на две недели, ты участвуешь в недельном микроцикле команды, на которой ты находишься на стажировке. То есть, в основном, это топ команды. И ты просто окунаешься в эту атмосферу, ты просчитываешь все, вплоть до того, как они отдыхают, как они восстанавливаются, как они питаются, чем они питаются, как они отдыхают. Ну, и, соответственно, самое главное, как они тренируются, как поставлен тренировочный недельный микроцикл, либо двухнедельный микроцикл до игры. И очень много интересного понимаешь, очень много, ну, это неоценимый опыт, наверное, это там надо быть просто. Футбол по Мартиновичу. Какой он? Ну, естественно, есть видение футбола, который я хочу играть. Это контроль мяча через средний короткий пас, конечно, не без длинных передач, естественно, с переводом игры с фланга на фланг. И, опять-таки же, это максимально быстро постараться доставить мяч уже в штрафную площадку соперника, если это возможно. Если это невозможно сделать быстро, соответственно, чтобы не давать же мяч сопернику, соответственно, мы должны взять мяч под контроль. Опять-таки же, мяч под контроль – это вариация игры с переводом мяча с фланга на фланг для того, чтобы искать определенные зоны преимущества. Как только эти зоны преимущества находятся, соответственно, увеличивается темп сам игры. И, опять-таки же, самая главная цель – это уже поразить ворота соперника. Этот футбол, конечно, мне видится, мне импонирует футбол, опять-таки же, если брать еще времена СССР, на то время это был, конечно, московский «Спартак». С главным тренером, я не скажу, что Бесков, на то время я, наверное, еще сильно молод был, чтобы видеть футбол к Бескову, хотя очень много фильмов просмотрел. Ну, наверное, это больше романцев. В современном уже мире, ну, тот футбол, как, наверное, все-таки это Гвардиола, да, Манчестер-Сити, там, Барселона. Ну, соответственно, понятно, в любом случае футбол, который ты хочешь прививать, должны подходить футболисты, как вы правильно отметили. Поэтому мы стараемся тоже найти футболистов, которые хорошо работают с мячом, которые интеллектуалы в своей игре думают наперед. Поэтому все верно. Из тех футболистов, которые ты имеешь, ты и строишь свой футбол. Но какой футбол, я вам уже сказал. Возможно, листать классным футболистом, не имея великий талант за счет труда. И бывают же такие ситуации, когда одаренный футболист из-за своей лени не раскрывается во всей красе. К сожалению, так и есть. Да, талант, он необходим. И очень много примеров талантливых футболистов, которые сверкают, как звезды, так скажем, на футбольных полях. Но и без труда никуда. И опять-таки же, если там меньшей доли таланта, но очень огромная работоспособность, огромное желание играть в футбол, то это иногда даже, не иногда, а очень часто в футболе перебивает талантовых ребят. На моем жизненном пути, как игротском, так и тренерском, я видел футболистов, да, одаренных, так скажем, богом поцелованных, что футболисты, да, но где-то лентяй. И ничего путного не получалось. Также были и такие трудоголики, которые, вот имея определенную долю таланта этого, за счет своей работоспособности, за счет хотения, превращались в добротных, хороших футболистов и играют по сей день на достаточно высоком уровне. Игру команды в этом году можно назвать волнообразной, как и результат, который порой безмерно радовал поклонников Слави и Мозырь, а порой и заставлял огорчаться. Хороший сезон, да, говорю, как были хорошие серии, так и получилась одна у нас затяжная серия. Но я не скажу, что это был провал, например, с физической точки зрения. У нас получилось, что мы не могли в этих поединках, вот я анализировал, очень много анализировал, в этих поединках мы, если не имели огромного преимущества, то все-таки переигрывали соперника. Но, к сожалению, гол не можем мы забить. Очень большую роль по итогу, даже конечного итога чемпионата, это вот сыграло то, что у нас при достаточно большом количестве голевых моментов мы где-то очень мало их реализовывали. Когда пошел спад, мы просто банально не могли забить гол. Я о команде говорил, очень много общались с ребятами, с командой общались как коллективно, так и индивидуально, ну, как выйти из этой ситуации. Нам надо было необходимо взять бал, то есть двинуться с мертвой точки. И, к счастью, мы это сделали в игре со Слуцком, хоть и при самой, наверное, добротной, качественной игре с нашей стороны, но мы ничейный результат заработали. И дальше, вы уже помните, наверное, пошла, там, у нас следующий матч был, это ФК Гомель, пускай тяжело, натужно, но мы одержали победу. Потом Динамо Минск, либо это наперед, это было, наверное, ну, перед, наверное, следующий Динамо Минск, а потом ФК Гомель. Да, но, по крайней мере, все. Ребята скинули себя, так скажем, эти оковы, которые их тянули психологически в большей степени, потому что мы видели, что по игре мы, ну, не уступаем сопернику. Ребята скинули эти оковы и, соответственно, пошел положительный результат, а оно только наращивается, когда вот это вот идет эмоции, когда все это адреналин играет, и ты уже с нетерпением ждешь следующей игры для того, чтобы повторить этот успех, который уже был. Поэтому и такая концовка. Ключевым в удачной для нас концовке сезона стал матч на стадионе Юной с Гомелем. Его наша команда выиграла со счетом 3-2, уступая до 66-й минуты 0-2. И вот в те мгновения думал ли Михаил Алексеевич о турнирной таблице, о возможности потери места в высшем эшелоне белорусского футбола или во время матча игра как таковая владеет всеми мыслями? Ну, о таблицах, о месте мы, ну, наверное, да, наверное, мы не совсем думали, скажем так. Проигрывая 0-2 по ходу в игре с Гомелем, я не сомневался, что мы отыграемся. По крайней мере, отыграемся, что мы не проиграем эту игру, потому что я видел заряд перед игрой, ребят, я видел, с каким настроением они выходили туда, как вообще по ходу слаживалась игра. В этом у меня сомнений абсолютно не было. Да, в принципе, как и по ходу всего чемпионата, каждая игра, не важно, как она слаживалась, я еще раз отмечу команду, за это ей огромное спасибо, что мы боролись до конца, все 90 плюс добавочное время, минут, для того, чтобы достичь положительного результата. По итогу, ну, наверное, это и было вознаграждением, та серия уже победная, которая в конце сезона, которая привела к восьмому месту. Болельщики – неотъемлемая часть футбола, важнейшая составляющая любого матча, особенно с участием Славы и Мозырь. Всегда говорят, что футбол для болельщика, я с этим полностью согласен. В Мозыре большие футбольные традиции. Город видел, как и Еврокубки, так и чемпионство, так и Кубки Беларуси. Футбол в городе любят, он не безразличен. То, что болельщик разный бывает, это нормально. Кто-то критикует, кто хочет лучше видеть, кто-то наоборот хвалит, поздравляет. То есть это нормально, есть критика, есть конструктивная критика. Конечно, неприятно, когда тебя, так скажем, обзывают, либо говорят, что ты неправильно что-то делаешь. Но ничего не поделаешь. Мы для этого на футбольное поле и выходим, чтобы стараться, чтобы поменьше таких разговоров про нашу команду говорили. Пожелать, ну пожелать еще в большем количестве приходить на футбольный стадион, болеть за команду нашу. Потому что действительно команда очень хорошая, команда, которая дает все силы для того, чтобы оставить хорошее впечатление, хорошее настроение нашему болельщику, как дома, так и на выезде. Поэтому только приходите и поддерживайте все время нас. В этом сезоне футбольный клуб «Славия Мозырь» большое внимание уделял подрастающему поколению. И приятно, что каждый футболист, каждый тренер, в том числе и Михаил Алексеевич, с удовольствием участвовали в этих праздниках футбола, радуя детишек, которые с восторгом встречали своих кумиров. Ну, дети – это наше будущее, не зря это говорится, поэтому без детей никуда, без школ подготовки никуда. В этом году, как и в прошлом году, очень много массовых, культурно-массовых мероприятий мы проводили, так называемые флешмобы, работа с детьми. И мы видим, как загораются глазки у ребят, как они приходят на следующий день на игру, с каким азартом они все это смотрят, участвуют. Поэтому это большое дело, это огромное дело, привлечение молодежи именно в спорт, не важно, это футбол, не футбол, именно в спорт. Что касается именно отдела нашего развития молодежного футбола, то здесь тоже все очень поставлено на профессиональные рельсы, так выразимся, да. И огромный кусок работы проделывается по привлечению ребят, обучению тренеров, да. Там футбольный клуб обучает тренеров, чтобы это были квалифицированные специалисты для работы с юношами, подростками. Потому что, простой пример, мы, наверное, единственная команда высшей лиги в Республике Беларусь, да, которая имеет в своем составе шесть своих мозорских воспитанников. Михаил Барановский, Евгений Ваненко, Александр Раевский, Дмитрий Кривошеев, Глеб Шевченко, Артем Петренко – все эти футболисты являются воспитанниками мозорского футбола и очень важно иметь в своем составе доморощенных игроков, на что обращает внимание и руководство футбольного клуба «Славия Мозорь», которое всеми силами старается сделать лучше не только свой клуб, но и полезский футбол в целом. Что касается руководства, то естественно, что без руководства, наверное, не было бы футбольного клуба. Вернее, он бы был бы, но, наверное, не на таком уровне развития. Сейчас, пускай может быть не семимильными шагами, но мы движемся вверх. То есть у нас строится инфраструктура, у нас появилось искусственное поле, у нас уже появился полив на поле юности. То есть это все же руководство. Доверие с их стороны это, конечно, окрыляет, потому что и по ходу сезона в первой лиге, и по ходу сезона уже в высшей лиге, когда появлялись небольшие, скажем, спады, от руководства было только не одобрение, скажем так, а анализ ситуации и поддержка. Огромная поддержка. Поэтому им тоже огромное спасибо за то, что верят, за то, что мы делаем общее дело, и мы правильно вместе делаем определенные выводы. Традиционный для межсезонья вопрос о формировании команды на будущий год. Процесс, который начинается, наверное, сразу после финального свистка последнего матча сезона уходящего. Над этим работает круглый год. И достаточно сложное сейчас время, потому что, да, у кого-то заканчиваются контракты, кому-то, и они уходят эти ребята, да, у кого-то предлагаются контракты, они берут время на размышления, у кого-то действующие контракты. Поэтому мы все в работе в этом плане, все в мыслях. Восьмое место в чемпионате страны. Выход в четвертьфинал Кубка Республики Беларусь. Командой создан отличный плацдарм для штурма новой высоты в сезоне 2020 года. Есть огромное желание развиваться, да, делать клуб еще сильнее, преодолевать эти все трудности, которые у нас могут поступить в ходу нашего пути. Поэтому мы готовы, наверное, готовы, мы к этому будем готовиться, чтобы, опять-таки же, сегодня восьмое место, мы, наверное, захотим завтра уже быть немножко выше. Сегодня есть одна четвертая Кубка, но, естественно, хочется быть и раз туда раз попали. Мы будем к этому стремиться, опять-таки, мы уже всеми футбольными способами, спасибо там с руководителями, с нашими болельщиками. Поэтому огромное желание существует, а как оно получится, уже, ну, наверное, покажет следующий сезон. В рамках одной передачи не затронешь всех интересующих тем, но, кажется, беседа с Михаилом Алексеевичем Мартиновичем получилась. Как получился и сезон 2019 года для футбольного клуба «Славия Мозырь», который, мы на это очень надеемся, в 2020 году выйдет на новый, еще более высокий уровень своего развития. Ну что ж, дорогие друзья, будем надеяться, что в 2020 году наша «Славия Мозырь» сделает еще один широкий шаг по лестнице спортивного совершенствования. А на сегодня это все. С вами было «Футбольное обозрение» Евгений Ванрахович и Вячеслав Приписнов. До свидания.